Жители Алтайского края стали чаще жаловаться на нехватку лекарств. Руководитель Краевой службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Владимир Тришотин заявил, что Алтай в свое время был лучшим по системе обеспечения доступности и качества медицины и долго занимал 20-е место, а за последние два года скатился на 45-е. Проблемы руководитель видит в общей системе организации лекарственного обеспечения. В идеале врач должен выписывать рецепт лишь после того, как удостоверится в его наличии прикрепленной к медорганизации аптеки. У нас в крае такой системы нет, говорит Тришотин. Полный материал на эту тему читайте на сайте Политсибру. Школы Наукограда попали в список учреждений с необъективными результатами всероссийских проверочных работ, пишет бийский рабочий со ссылкой на Рособранадзор. Подозрительными ведомство назвало те школы, результаты проверки в которых были завышены. Всего в списке 51 школа края, одна в Барнауле, три в Бийске, по одной в Славгороде Игровом и еще 45 в Семах. Дмитрий Губерниев выступит в качестве комментатора международного турнира «Погребли на байдарках» и «Каноэ» в Барнауле. Соревнования пройдут 21 и 22 сентября, об этом сообщает КП на Алтае. Когда выбирали место проведения международного турнира, соперником Барнаула были каналы Китая, Канады, Венгрии, но Алтай победил. Здесь соберутся самые титулованные спортсмены из 23 стран. Но комментировать все это событие будет Дмитрий Губерниев. Евгения Даровская, Наши новости. Дмитрий Губерниев. Дмитрий Губерниев.